Друзья, приветствую! Игорь из Северодминска прислал образцы масла Shell Helix Ultra 540. Это топовый полнозольник от Shell на GTL из газа сделал. Так, сейчас я вскрою посылку, покажу вам два образца, свежая отработка и описание. Так, ну это понятно, результаты исследования в лаборатории и описание масла Hyundai у нас Santa Fe 2014 года, 2.2 турбодизель D4HB, EGR на месте, есть небольшой расход масла 800 миллилитров до литра. Эталон данного масла у меня уже создан, поэтому сейчас я свежее сравню с эталоном, посмотрим, что покажет прибор и потом проверю отработку, естественно. Так, подписываю, что это новое и давайте посмотрим. У меня данные я вот, по-моему, из того же лабораторного и брал исследования. Так, сейчас посмотрим. Эталон достаточно давно создавал, поэтому сейчас интересно. Противоизносных присадок 90%, кислотная 1,96% в эталоне 1,85% и щелочное 10,8% в эталоне 11,4%. Так, показатели общей как-то пониже, причем, ну так, прилично. Я поэтому специально наложил спектры, то есть это масло, у меня нет сомнений, что это Shell, спектры полностью совпадают. Скорее всего, я думаю, что эталон я создавал из такого же масла только SN прошлого допуска, сейчас это SP, я создавал из SN и использовал данные по SP, поэтому вот и есть такая вот небольшая путаница с занижением, то есть свежий допуск чуть пониже. Ну и давайте приступим к проверке отработки. Вот все данные, 85 тысяч общий пробег автомобиля, 7,5% на масле, по предоставленным Игорем данным, по средней скорости это 112 моточасов, эксплуатировалось с декабря по май масло. Ну и вот что намерил прибор, 97% по противоизносным присадкам, отлично. Сажи 14 сотых, тоже очень низкая сажа, но это понятно, что преимущественно трасса, 6000 по трассе, 278 кислотные и 9,9 щелочное. В общем-то вопросов нет к маслу, в отличном состоянии, еще с большим запасом данный образец. По мотору тоже в общем-то проблем никаких не видно, ни гликоля, топливная в хорошем состоянии, в очень хорошем, значит 14 сотых сажа всего, при условии того, что есть ИГР. Так, сейчас покажу вам сравнение вязкости. Здесь по идее тоже должно быть все в порядке, в принципе, вот трасса, масло хорошо прогревается на оборотах, регулярно выпаривается там остатки топлива, которые на прогревах попадают чаще всего, значит и конденсат, который, да, там с ночи остается, когда вечером мотор горячий, а с утра он холодный, то есть остывает и конденсируется на стенках влага атмосферная. Да, посмотрите, с вязкостью нет проблем, я так оценил это 13 процентов от максимального уровня, небольшое разжижение, то есть все в порядке, масло отлично себя чувствует. Да, не забывайте отметить видео пальцем вверх, подписаться, кто не подписался, ну и колокольчик нажимайте, если хотите получать уведомления о новых видео. Сейчас покажу вам, что получилось по ресурсу. По моющим нейтрализующим свойствам практически 3029 475, 440 моточасов при вот таких условиях эксплуатации, но видите, ограничение есть по нейтрованию, 290 часов и 19, ну с половиной, 14 по вязкости, в общем-то вопросов нет. Учитывая то, что есть расход небольшой, скорее всего это картерные газы, которые попадают, ускоряют окисление масла, вот возможно, что это связано с оборотами на скорости, чем выше обороты, тем больше газов попадают, прорываются через кольца. Вот и поэтому, я думаю, что и моющие нейтрализующие свойства сокращены несколько. Вот такое окисление азотом, значит, тоже повлияло и сократило в некоторой степени ресурс масла. В общем-то, ну видно, что масло крепкое, но тем не менее, значит, здесь в описании у Игоря написано, что конструкционный расход масла по мануалу 1 литр на 10 тысяч километров, но я думаю, что все-таки это относится не к тому, что должен быть расход. У меня были образцы из таких моторов и там не было расхода. В мануале, скорее всего, формулировка несколько иная, что допускается, как обычно они пишут производители. Допускается расход там до тысячи литров, ой, до литра на тысячу километров. Достаточно часто пишут, видимо, чтобы их не задолбливали там у дилера клиенты. Ну, по идее кольца имеют подвижность и они призваны в первую очередь компенсировать вот эти зазоры тепловые. Поэтому здесь, здесь не знаю, слишком маленький пробег для износа, 85 тысяч для дизеля вообще смешно, но тем не менее, вот есть какой-то расход и, скорее всего, вот эта причина и добивает, добивает масло, ускоряет его деградацию. Ну, вот такой получился тест. Благодарю Игоря за предоставленные образцы и за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.